Ну прямо дух захватывает от этой красоты. Праздничные пряники, украшенные цветной глазурью, всегда радовали глаз и привлекали наше внимание. Давайте и мы приготовим отличную глазурь собственноручно. Вот смотришь на эту красоту и думаешь, что сам такое сделать ни за что не сможешь, но если есть желание, то можно сделать абсолютно все. И сегодня я поделюсь с вами простым рецептом глазури для пряников. С ним вы сможете украсить ваши пряники не хуже чем мастера, ведь здесь нет ничего сложного. Зато сколько радости вам и вашим родным принесет эта замечательная расписная выпечка, особенно она понравится, конечно же, детям. Так что не ленимся и немедленно приступаем к делу. А мой рецепт глазури для пряников с фото поможет вам совсем быстро справиться. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Для нашей глазури можно использовать уже готовую сахарную пудру, но я предпочитаю делать ее самостоятельно. Итак, измельчаем сахар до состояния пудры. Просеиваю готовую пудру через марлю, чтобы в ней не осталось комков. К просеянной пудре добавляем 1 яичный белок и перемешиваем все до однородного состояния. У нас должна получиться довольно густая глазурь, а проверить ее можно так. Проводим по поверхности ложкой, если глазурь правильной консистенции, то образовавшаяся линия должна исчезнуть через 10-12 секунд. Если с первого раза мы не получили нужного результата, то нам необходимо либо добавить еще сахарной пудры, либо разбавить глазурь водичкой. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Готовую глазурь перекладываем в целлофановый пакет и надрезаем уголок пакета. Теперь очень аккуратно и не спеша начинаем рисовать контур на наших пряниках. Даем ему время на подсыхание. Для того, чтобы зарисовать наш пряник полностью, нам необходимо немного разбавить глазурь водой. Опять проверяем консистенцию. Нарисованная на поверхности глазури линия должна распрямиться через 3-4 секунды. Вот теперь мы полностью закрашиваем пряник при помощи кисточки. Теперь займемся рисунком. Для этого мы окунаем кончик зубочистки в красители, смешиваем его с глазурью. И начинаем наносить незамысловатый рисунок. Для начала пойдет и простой горошек. В дальнейшем можно делать что-то посложнее. Оставляем пряник в покое до полного застывания глазури. Вот такая прелесть. Для начала очень даже здорово. Подписавшимся. Больше вкусностей. Продукты и их количество. Далее. Сахарная пудра. 250 грамм. Бейлок личный. Одна штука. Красители для глазури. По вкусу. Можно использовать пищевые красители. Количество порций. 30. Не останься равнодушным. Вырази благодарность одним лишь щелчком. Подписываемся. Следите за новыми видео на канале. И всем пока.